Взрывы на складах под Венецией военная прокуратура расследуют как диверсию. Спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что следователи смогут тщательно исследовать место происшествия после того, как спасатели локализуют пожар. Тем временем, советник президента Юрий Бирюков сообщил, что сдетонировала часть из тех боеприпасов, которая хранилась по открытым небам. Снаряды, находившиеся в укрытиях, не взрывались. Напомним, пожар произошел накануне. В целях безопасности из окрестностей склада эвакуировали почти 30 тысяч человек. Большинство из них – жители Калиновки. Президент Франции Эммануэль Макрон представил свои идеи по обновлению Европы. Он призывает ЕС теснее координироваться в вопросах обороны, иммиграции, налогообложения и социальной политики. Он также говорит, что в зоне евро должен быть свой бюджет и министр финансов. Бюджет должен идти рука об руку с сильной политической волей во главе с министром финансов и строгим парламентским надзором на европейском уровне. Впрочем, внедрить это видение президенту Франции, похоже, будет непросто. Он давно обещал сотрудничать с канцлером Ангелой Меркель, чтобы провести в ЕС реформы. Однако после выборов в Германии расстановка сил такова, что для формирования коалиции потребуются месяцы переговоров. И велика вероятность того, что они зайдут в тупик. Представители одного из возможных партнеров Меркель по коалиции либеральной свободно-демократической партии уже критиковали многие идеи Макрона. Впрочем, в своей дучасовой речи в историческом здании Сорбонны в Париже президент не пытался соответствовать чьим-то требованиям. «Нам нужно дальше инвестировать, нам нужны средства, чтобы выдержать экономические потрясения. Вот почему нам нужен сильный бюджет в сердце Европы». Эксперты говорят, что Эммануэль Макрон высказал свое видение в надежде, что это будет учтено во время переговоров в Германии о создании коалиции. В Венесуэле женщины продают свои волосы, чтобы купить продукты и лекарства. Минимальная заработная плата в стране – примерно 6 долларов. На эти деньги просто невозможно свести концы с концами. А на продаже волос можно заработать до 20 долларов. Крис Мари Гонсалес – мать-одиночка с четырьмя детьми на руках. Она уже дважды продавала свои волосы. «Я подумала, как бы то ни было, отрежу свои волосы. Они были длинные, я решила продать их. Дети на первом месте, а волосы отрастут». 14-летняя дочь Крис Мари тоже решила расстаться с волосами. «Однажды я сказала маме, что хочу отрезать волосы и продать их, чтобы были деньги на еду. Вот так я решила». Волосы используют для изготовления париковых накладок. Продают их в местных магазинах. «Я покупаю у женщин локоны и делаю накладные чёлки. Делаю и накладки из длинных волос. Это даёт возможность людям купить еду. Сейчас они в таком положении, что им приходится продавать свои волосы». Некоторые венесуэлки едут в Колумбию или Панаму, чтобы продать там свои волосы подороже. Экономика Венесуэлы погрузилась в кризис четыре года назад. В 2014-м ситуация ухудшилась из-за падения мировых цен на нефть. Инфляция достигает трёхзначных цифр, а прилавки магазинов пустеют. В стране не хватает основных продуктов питания, товаров, первой необходимости и лекарств. Президент Николас Мадуро заявляет, что против него ведут экономическую войну оппозиция и зарубежные политические силы. Критики обвиняют главу государства в неумелом управлении. Тысячи пчёл обнаружила в стенах своего дома жительница Ньюкасла. «Это было похоже, будто вокруг окон появились одеяло из пчёл. Невероятно». Увидев пчёл, австралийка содрала со стены штукатурку и была потрясена. Внутри всё оказалось в сотах. По всей видимости, пчёлы тихо орудовали в стенах её дома около двух лет. На очистку жилища ушло много часов. «Мне пришлось вытаскивать это частями, потому что толщина сот доходила до 10 сантиметров». За первый день очистки дома женщина собрала около 30 килограммов мёда. Разливает его в банки, поскольку из желающих его купить уже выстроилась очередь. В природе существует примерно 20 тысяч видов пчёл. Они встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды. Медоносные пчёлы живут колониями. Они совместно добывают пищу и воду, а при необходимости вместе ищут жильё. Пчёл считают высокоорганизованные насекомыми.